Всем привет! Это третий урок в серии уроков про Remote Function и вообще про общение скриптов, которые называются скрипт, серверные скрипты и локальных скриптов. Но мы, надеюсь, это последний урок про нашего Васю. Что же произошло с выпуска второго урока? Вася подсмотрел скрипт учителя, которым он ставит оценку, но он еще не уверен с паролем. Так что давайте посмотрим, что делает Вася. Скрипт учителя в прошлый раз вы видели. Отличается он лишь тем, что если не введешь пароль, то ничего не произойдет и красным цветом он выделится. Ну, соответственно, так как у нас Вася тоже скопировал этот скрипт, все то же самое и происходит. Вот он скрипт Васи. Добавилось лишь вот это, наверное, сравнение. Тем более, смотрите, наш Вася не знает... Так, давайте посмотрим окно Output и посмотрим, что приходит. Наш Вася не знает, какое сообщение должно прийти, когда пароль правильный. Он еще не знает пароль нашего учителя. Видите, приходит ответ только на ошибочный вот пароль. Поэтому в условии Вася поставил. Если ответ равен такому, спасите, взламываю.юд, ответ нашей удаленной функции remote function на сервере, Вася до сих пор не может посмотреть ее исходный код. Но он и не сможет посмотреть. Он может подсмотреть только локальный скрипт у учителя. Итак, Вася написал, если результат равен, спасите, взламываю.юд, то тогда делаем цвет красный, как у учителя. И иначе делаем белый цвет, что значит все нормально. Но в любом случае Вася будет смотреть в это окошко обязательно. Итак, допустим, Вася смог подсмотреть, что учитель вводит пароль Пепе. Подсмотрел, ввел себе оценку, пятерка, послал. Все сработало. И Вася получил ответ, правильный ответ при правильном пароле, вот такой. Но будем считать, что все это Вася делал в спешке. Там учитель же смотрит за классом, что там ученики делают на компьютерах. Итак, но учитель в конце концов спалил бедного Васю, то, что тот украл пароль. И пароль сменили для учителя. Для учителя пароль сделали числовым. Так, не числовым, а взяли, давайте посмотрим скрипт наш серверный. Так, Пепе и прибавили какие-то цифры, например, 23. Так, так что если мы теперь запустим, это серверный скрипт, как вы поняли. Смотрите сами на Explorer. Этот плейс тоже можно будет после урока запустить. Если у нас теперь Вася ведет Пепе, ведет какую-нибудь оценку, попробует подделать. Извините, пароль уже не подходит, он пароль не может подсмотреть. Но Вася с помощью своих одноклассников им удалось подглядеть какие-то начальные буквы пароля. Ну, вы же знаете, что учитель Вася очень любит пароль Пепе. И они увидели, что начало пароля начинается с четырех букв Пепе, а дальше идут какие-то цифры. А цифры они не успевают подсмотреть, потому что учитель рукой прикрывает ввод. Ну, Вася в это время прочитал главу и посмотрел видеоуроки на этом канале про циклы. И решил сделать подбор пароля. Так, значит он не будет просто отсылать. Вот таким способом. Он добавляет цикл. И в цикле будет перебор. Причем он знает, что пароль начинается с Пепе. Так, ну давайте сделаем тогда цикл. Цикл. ForE. От одного, допустим, давайте до тысячи. Там дети не знают, ну ученики не знают в классе какое число. Ну, допустим, что оно от единицы до тысячи. Так, ну и давайте посмотрим, что же Вася нашему нужно сделать. Так, пароль. Пароль он уже не посылает. Так, давайте я эту строчку скопирую. Чтобы она у нас осталась. Мы ее могли потом как образец использовать. Так, эту закомментировали одну. Итак, мы посылаем ту оценку, которую хочет Вася себе поставить. Но вместо пароля мы посылаем вот что. Начинается у нас пароль Пепе, а потом какое-то число. Так, и если у нас все получится. Так, то давайте зеленым цветом подсветим рамку нашего пароля. Вот эту вот рамку белую, если все получится. Так, что же мы делаем. Скрипт получил ответ. Ну давайте даже пусть печатает. Скрипт получил. И давайте будем печатать то, какой пароль прислал наш Вася. Я не готовил турок. Так что, ну надеюсь получится у нас. Вроде все правильно. Так, давайте local res. Вот здесь объявим local res. А здесь уже без local. Просто в эту переменную объявленную уже будем ответ сервера получать. Итак, мы перебираем числа от 1 до 1000. И при... Соединяем две строчки, склеиваем с помощью оператора конкатенации, склеивания точек. В языке луа это две точки подряд, которые идут. Так, ну вроде бы все нормально. А, чтобы дальше не проверять лишнего, мы сделаем вот как. Мы сделаем break. Break. Что он делает? Он заканчивает текущий цикл. И функция заканчивается. Так что, когда мы находим подходящий ответ, если мы подобрали пароль, уже все произошло. Оценка, значит, изменилась. И цикл дальше работать не будет, потому что он встречает вот эту команду. И когда встречается break, он из текущего цикла выходит. Циклов может быть несколько. Например, вложенный цикл в цикле. Например, вот так вот написано. И еще один цикл. Только здесь, конечно, другая какая-нибудь буква. Если встречается break, то он выйдет из текущего цикла. А внутри внешнего он останется. И там будет опять крутиться. И опять этот внутренний цикл запустится. Но это я вам так говорю. Посмотрите уроки про циклы. Ну что, как вы думаете, заработает? Я надеюсь, заработает. Итак, запускаем. Пароль мы уже здесь не вводим, потому что его будет подбирать наш Вася. Давайте оценку сюда поставим. Пятерку. Пятерку за хороший скрипт, Вася. Нажимаем. О! Все сработало. Давайте посмотрим, как это все сработало. Так. Пробуем еще раз. Давайте уже семерку поставим. Еще раз подделать. Мы смотрим запросы. Посылает у нас цикли. Кстати, довольно быстро идет подбор пароля. Такого простого. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот. На PEPI23 все сработало. Оценка семерка, как вы видите, в дневнике. Ну что ж, мы опять переходим на сторону учителя. Что же делать? Как же защититься от нашего Васи? Я остановил наш PLACE. И давайте посмотрим, что можно сделать с серверным, с обычным скриптом. От таких вот любителей подобрать пароль. Или заспамить. Так. Что же делать? Самое простое. Самое простое. Поставить паузу. Давайте поставим паузу. Хотя бы. Ну давайте одну секунду сделаем. Уже посмотрим. Вы видели, как у нас выводится Васина отладочная информация по поводу подбора. Давайте Васе четверочку подделать. Запустили. И вот как у нас отвечает. Уже видите, подбор идет медленно. Ну вы знаете, нашему Васе, я только это не буду показывать. Посмотрите сами урок про спавн. Вот такую вот штучку. Даже если такую паузу, допустим, одну секунду нам учитель поставит, никто Васе не мешает написать функцию для перебора паролей. И вызвать ее 10 или 20 раз с помощью спавна. Так что параллельно от Васе будут идти 10-20 запросов. Для того, чтобы ускорить подбор пароля. Так. Ну я думаю, что рано или поздно все равно подберется пароль. Давайте по-другому немножко сделаем. Пусть остается, конечно, пауза. Единичка. Но мы еще вот что сделаем. Мы начнем учет. Вести учет тех записей, с которых приходят к нам запросы. Сделаем табличку. Так. Ну, users, например, которые к нам присылают. Табличка пустая сначала. Так. Что же делать? Окей. Когда, помните, на первом, точнее на втором занятии я говорил, что когда мы делаем инвок сервер из локального скрипта и пытаемся обратиться к нашему серверу, то нам, у нас вызывается коллбек функция, в которой всегда первым, в первый параметр приходит ссылка на текущего игрока, который это все делает. Давайте отсюда извлечем имя игрока. И как-то занесем его в таблицу. Так. Если такого игрока в таблице нет, users, пишем, player.name, тогда мы создадим запись для нашего игрока. Здесь мы будем просто записывать количество попыток. Допустим. Давайте не будем заморачиваться со временем. Можно, конечно, сделать так, что в нормальных системах сделано, ну, нормально, я хочу сейчас привести вам пример с Windows. Вы, наверное, замечали, что если вы неправильно ввели пароль, вам дадут ввести неправильно пароль еще два или три раза. На четвертый раз будет пауза. У вас будет долго компьютер думать, проверять ваш пароль. Потом еще дольше пауза. Потом еще дольше. Это специально сделано, чтобы не давать подобрать пароль. А, кстати, кто нам мешает эту паузу? Сейчас мы эту паузу как-нибудь здесь вставим. Так. Итак. У нас не было пользователя такого. И мы заносим в него ноль. Значит, не было до этого ни одной попытки ввода пароля у нашего пользователя. А иначе, иначе мы количество попыток увеличим. И количество попыток при удачном вводе пароля мы будем обнулять. Так, оценку поставили. Вот здесь мы обнулим. Значит, этот пользователь знает правильный пароль. Давайте, кстати, мы изменим пароль, например, 25. Так. Этот пользователь знает, а в остальных случаях у нас будет счетчик увеличиваться. И этот счетчик мы будем использовать как раз в количестве секунд для подбора. Кто не понял, как работают таблицы с именем, ну смотрите урок таблицы в языке ло. Ну что ж, давайте надежда на пятерку. Точнее вот как. Давайте колл поставим сначала. Мы же знаем пароль. И пе 25. Поставили учителем. Все отлично. Поставился колл. Теперь Вася хочет себе исправить колл на пятерку. И запускаем наш вот этот хитрый скрипт. Эх, Вася. Запустили и ждем. Пе пе 1, пе пе 2. Так, замедлилось, по-моему, у нас все. Пе пе 4. Пе пе 4. Пе пе 5. Знаете, что можно еще, кстати, делать? Можно ответ не просто вот так молча не давать. Но вы видите, что пауза увеличивается, увеличивается с каждой попыткой. И вот я сейчас не хочу ждать, когда он до 25 переберет. Но он, конечно, переберет. Но я надеюсь, что вы свои пароли делаете не короче 8 символов и используете там и заглавные маленькие буквы, спецсимволы. А если вы еще и русскую букву туда вставите, то ваш пароль вообще никто не пьет. Ну что, как мы считаем, победили Васю или нет? Можно сделать вот как. Пауза, wait. Не текущее количество, а умножить, например, на 3. И тогда он будет ждать после неправильного ввода, будет ждать уже не 1 секунду, а 3. А на второй попытке уже будет ждать не 2 секунды, а 6. Вместо третьего уже будет 9. И так далее. Ну, поиздевайтесь над нашим Васей. Но, кстати, давайте проверим, вдруг Вася наш так-так-так-так, скрипт. Вася мог подсмотреть, что там это число, которое вводит учитель, оно где-то в районе 20 с чем-то. И мы тогда можем в цикле здесь написать, например, ну пусть 24. Давайте запустим. На этом мы урок закончим. Сейчас дадим Васе исправить call, ну точнее, двойку исправить хотя бы на троечку. Запускаем. Так, смотрим, 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 смотрим. Так, вот она output. А, все отлично. По зеленому окошку можно было, ну давайте еще на без, давайте на четверку еще подделаем и посмотрим. У Васи сброшен счетчик. Так, ну это он первые три секунды ждал или сколько-то там. все получилось. Пароль подошел. Пароль PEPI25. Ну что ж, на этом на этом занятии вы узнали, как можно защищаться от подбора паролей и как вообще в идеале нужно защищать свои игры. Возможные игры не только где у Вас вводится число, а где нужно набрать код нажимая на кнопки. тоже, почему бы не отвечать не мгновенно, а почему бы не заставить Вашего игрока немножко подождать, хотя бы две секунды. Так вы сможете обезопаситься от подбора паролей. Ну что ж, ставим колокольчик, подпись, подписка, комментарии, вопросы. Всем пока!